Здравствуйте! В этом видео мы с вами сошьем простой топ-бролет, с которым справится даже новичок. Топ можно интегрировать в любой гардероб, носить как нижнее белье или как самостоятельное изделие, или, например, дошить юбку, и у вас получится полноценное прекрасное платье или сарафан. Недавно я получила новую посылку инструментов для шитья, фурнитуры бренда Hobby & Pro. Хочу сначала показать их, а затем перейдем к пошиву, потому что в процессе пошивы я буду пользоваться некоторыми предметами. Итак, первая это пленка водорастворимая. Она предназначена для стабилизации ткани. Вообще она предназначена для вышивки. Вот так она выглядит. По ощущениям полупрозрачный полиэтилен. Я буду использовать ее для обметки петель. В некоторых изделиях, например, в шелковых блузах, платьях, где необходимо обметать петлю на машинке, бывает сделать это очень сложно, если ткань тонкая и деликатная. Для этих целей очень удобно использовать такую пленку. Вы накладываете ее сверху, можно и снизу, например, вашей манжеты, и обметываете петлю. Эта пленка стабилизирует ткань, и в итоге машинка не зажевывает. А после вы можете просто смочить ее, и она растворится. Она растворяется. Вот здесь она полностью растворилась, и вы можете удалить ее. Возможно, после этого потребуется постирать изделие, поэтому будьте к этому готовы. Но зато петля получится идеальной. Следующий предмет — это косточки. Я буду их использовать как раз для пошива сегодняшнего топа. У бренда Hobby & Pro они есть в разных размерах. Он указан сзади. Вот, к примеру, эти косточки подходят на размер 75D, 80C и 85B. Классические, хорошие, тонкие косточки. Еще я приобрела вешалки-цепочки для верхней одежды. Эти вешалки мне постоянно нужны, и иногда бывает сложно подобрать по оттенку петала. И вот здесь, в этом наборе, очень удобно, что есть разные оттенки. Они минималистичные, очень аккуратные, поэтому подойдут для пальто, сшитого в любом стиле. Следующие — это крючки и петли. Они маленькие, аккуратные как раз для легкой женской одежды, для платьев, для блуз. Раньше я не очень любила использовать такие петли, потому что они очень быстро раскрывались и были совершенно ненадежными. Обратите внимание, внутри этого крючка есть небольшой выступ. И этот выступ чуть больше, чем обычного. Благодаря этому петля не выскакивает при любом движении. То есть она прочно зафиксирована внутри, и просто так ее не вытащить. То есть нужно немного подтянуть, и она выйдет. Но это очень хорошо защищает молнию от раскрытия, к примеру, в юбке, в платье. Вот, мне очень понравились эти крючки, они надежные. Еще я приобрела кнопки для легких тканей. Это тоже очень нужная штука, когда вы шьете, например, платье из тонких, деликатных шелковых тканей. И металлическую кнопку, пусть даже она маленькая, пришивать туда не самый лучший вариант. А вот эти кнопки тонкие, полупрозрачные, а вы можете их пришивать, использовать в любом изделии. Фиксируются плотно, надежно и при этом совершенно незаметные. И еще одна очень нужная, часто используемая фурнитура, это крючки для брюк, для юбок. Я приобрела в двух оттенках, потому что бывает такое, что к ткани не совсем подходит цвет металла, а вот теперь у меня будет выбор. А такие популярные, подходящие ко многим тканям, ко многим цветам крючки. И еще три маркировочных инструмента, два маркера и один карандаш. Они все смывающиеся. Белый карандаш, конечно же, подходит для темных тканей, для того, чтобы была вита контрастная линия. Линия видна, но при этом не очень яркая, поэтому можно не переживать, если вдруг забудете ее удалить. Они все смывающиеся, поэтому сейчас порисуем, а потом удалим. Это белый маркер, тоже используем на контрастной ткани. Сначала линия кажется, что не видна, но чуть позже она проявляется, становится вот такой более яркой, как у карандаша. Буквально через 10 секунд маркер подсыхает, и линия становится видна. И третий маркер, он уже голубого цвета, он двусторонний. С одной стороны кончик потолще, с другой потоньше для более тонких линий, где это очень важно. На темной ткани линия также видна, но на светлой она будет, конечно, видна лучше. Очень удобно, что здесь есть две толщины, потому что иногда хочется провести тонкую линию, особо тонкую, если важно попасть миллиметр в миллиметр, когда прокладываете строчку. А еще удобно использовать эту тонкую сторону, если вы вышиваете какие-то рисунки. Теперь я сбрызну водой, и посмотрим, как они удаляются. Смочить достаточно холодной водой, не обязательно горячей. Ну и видно, что линии практически исчезли. Голубой маркер полностью исчез. Белые чуть-чуть остались, но вот уже исчезает. Ну и повторюсь, обязательно тестируйте маркеры, любые маркировочные инструменты на ненужном отрезке ткани, прежде чем использовать на всем полотне. Все товары Hobby&Pro можно приобрести на сайте интернет-магазина Искусница, а также оформить доставку. Также этот бренд представлен на маркетплейсе Ozon. Но на сайте Искусница для всех зрителей будет действовать скидка по промокоду. Промокод можно найти в описании к видео. Для пошива нам потребуется минимальный набор инструментов. Основная ткань примерно длиной 30 см. Длину мы замеряем по кромке. Ширина ткани средняя 140-150 см. В тон к этой ткани, к основной ткани, либо контрастной, если пожелаете, нам потребуется подкладка той же длины и еще небольшой отрез дублерина. Это клеевой материал, он, как правило, на основе хлопка, для усиления, уплотнения основных деталей, для того, чтобы топ держал лучше форму. Нам потребуется только одна нитка в цвет, поскольку мы будем шить без оверлока и все срезы, швы будут закрыты. И потребуется одна разъемная молния, то есть это означает, что она полностью раскрывается и разъединяется. У меня молния не подходит по оттенку к материалу, но в этом нет ничего страшного, поскольку я буду закрывать ее конью. Будет виден только вот этот бегунок. Ну и, конечно, я буду ее укорачивать, потому что она намного длиннее, чем необходимо. Еще нам потребуются косточки. При покупке обращайте внимание на размер, как правило, он указывается. Еще будет здорово использовать вот такой нити прошивной дублерин, который скроен по косой и у него есть строчка посередине. Он подходит для округлых срезов, для того, чтобы усилить их и предотвратить растяжение. Будет здорово, если вы будете использовать и его. Ну и, конечно, ножницы и мелок. Вместо мелка я буду использовать смывающийся маркер. Он легко и быстро удаляется обычной водой. В качестве выкорки я буду использовать платье 115 из журнала Борда. Его верхнюю часть. Это выпуск 5.2022, то есть это новый на данный момент. И само платье выглядит вот так. Ярусы составлены из простых прямоугольников, поэтому при желании вы сможете дошить его и до платья. Переводим детали. Обязательно не забудьте указать направление нити. Прикрепляем к ткани и обводим краи. Везде я оставляю припуски по 7 миллиметров. Это ширина моей лапки, чтобы было удобно строчить. За исключением середины спинки. Вот у меня эта деталь. Здесь я оставлю полтора сантиметра для обработки застежки молнии. Раскроили все детали. И теперь нам потребуется всех их продублировать. Кстати, полезный лайфхак. Если у вас много дублерина, то вы можете сразу все полотно, всю ткань, которая у вас есть, продублировать сначала. А только после этого уже продублированную ткань раскраивать, прикладывать ваши выкройки, лекалы и очерчивать, вырезать уже с проклеенную ткань. Верхний срез 24 детали я продублирую дополнительной полоской, для того, чтобы поверху лиф не растягивался. Я накладываю уже продублированные детали на подкладку. Подкладку сложила в два слоя и выкраиваю точно такие же детали. Собираем 4 детали посередине спереди. И отдельно я собираю оставшиеся 3 детали. 23, 27 и 26. Также отдельно собираем детали для бретелей. Просто складываем пополам, лицо внутри. И стачиваем. Обязательно переводим контрольные метки. И соединяем. Вот так собираем детали. Пока немножко фрагментами. Точно так же собираем детали из подкладки. Утюжке необходимо уделить особое внимание. Самый сложный участок здесь, наверное, все-таки чашечка. Вот такой округлый срез. И я буду его разутюживать с помощью универсальной колодки. Я надеюсь, у вас она есть и вы ее приобрели. Если нет, то, пожалуйста, приобретите. Ваша швейная жизнь станет очень комфортной. Будет доставлять еще больше удовольствия с этой колодкой. Потому что вы сможете разутюживать все труднодоступные участки, маленькие детали и не только. Вот, к примеру, у меня нет колодки для груди, комби-грудь. Я буду использовать универсальную колодку, вот эту ее округлую часть. Отлично разутюжили. То же самое можно повторить с лицевой стороны. Брители выворачиваем и приутюживаем. Шов я оставила посередине, можно оставить его сбоку. Теперь нам необходимо приложить его лицевой стороной, к лицевой стороне чашечки. Я сделала отметки на этих местах. И прикладываем также лицевой стороной деталь подкладки. Вот так. И прокладываем строчку только по верхнему срезу чашечки. После этого можно проложить дополнительную закрепляющую строчку, отогнув все срезы на сторону подкладки и проложив строчку с отступом 1 мм от шва соединения. Еще один небольшой нюанс, небольшая деталь, но которая имеет в результате большое значение во внешнем виде. Это вот эти маленькие припуски. Видите, как они ложатся? Они образуют складки. Мой припуск на шов довольно маленький, 5-7 мм, но, тем не менее, они создают некрасивый рельеф снаружи. Поэтому нам нужно немного разрядить его, прорядить. Вот, к примеру, можно сделать это с помощью зигзагообразных ножниц, либо сделать надсечки, высекая, скажем так, треугольники. Но это достаточно трудозатратное занятие, поэтому будет здорово иметь вот такие зигзагообразные ножницы. Они вам пригодятся во многих случаях, не только для этой операции. Особенно они пригодятся при пошиве изделий на подкладке, жакетов. Вы можете ими профилировать все срезы подкладки, для того, чтобы она не осыпалась, потому что подкладка имеет свойство осыпаться и скапливаться внутри изделия. Также они очень нужны при пошиве изделий из эко-кожи, из искусственной кожи. В результате срез становится более плавным, то есть мы получаем градацию толщины, и переход от шва к деталям становится менее заметным, и он не так сильно пропечатывается с лицевой стороны. Кстати, эти зигзагообразные ножницы от бренда Hobby & Pro, как и вот вся эта серия, мне они очень нравятся. Вот эти ножницы-сниперы я использую для подрезки нитей во время работы за машинкой. Просто взял, подрезал, убрал излишки, хвостики, и все, они очень легкие. Эти я использую для мелких операций, для мелких деталей, как раз вот для подобных подрезов, как только что показывала. Вот эти я использую для раскроя. Они предназначены для кроя легких и тонких тканей, но тем не менее они прекрасно режут и толстые плотные ткани тоже. Есть также лезвия немного подлиннее, они тоже очень удобные. Ну и вот эти зигзагообразные ножницы, я как-то показывала обзор на них в одном из предыдущих видео. Мне очень нравятся, режут очень классно до самого кончика, использую их постоянно. Далее необходимо будет заутюжить подкладку, сделать перекант буквально на 1-2 мм, вовнутрь и хорошенько приутюжить. Готово. Теперь нам необходимо посмотреть, сколько излишка выходит по бокам и снизу чашечки. Для этого скрепите подкладку. При этом не натягивайте ее, для того, чтобы внутри не осталась пустота. То есть я хорошенько полностью огибаю деталь чашечки и смотрю, сколько у меня остается. Ни в коем случае не натягиваю подкладку излишне. Теперь все, что выходит за пределы основной детали, я срезаю. Теперь берем центральную деталь и прежде чем присоединять чашечку, нам необходимо соединить ее вот в этой части. Для того, чтобы соединить максимально аккуратно и просто стачиваем в этом месте. Проложили строчку, затем я также сделала закрепляющую строчку со стороны подкладки. и сейчас сформирую кант по утюжу. Можем соединить с чашечкой, совмещаем сгибы по центру. Кончик со второй стороны и в промежутках. Теперь нам необходимо проложить строчку здесь и уже после этого можно будет взять боковую деталь и просто присоединить ее вот по этим срезам. Итак, на каком этапе сейчас находится наш топ? Я присоединила обе чашечки. Вот эти срезы пока остаются открытыми, рельефные. Но по подкладке, по деталям подкладки они соединены. Нам остается притачать подкладку вот по этому округлому срезу, то есть присоединить к чашечкам и закрыть вот эти рельефы. Потом с этой частью мы завершим. Я также притачала брители. Мне пришлось сделать небольшой угол. Я предлагаю вам сделать то же самое. Теперь нам необходимо хорошенько поутюжить вот эти участки. Затем мы введем косточки и только после этого закроем вот эти рельефные срезы. Для этого я вновь воспользуюсь универсальной колодкой. Она действительно универсальная, потому что ее можно использовать абсолютно для разных-разных участков. Просто так хорошенько отутюжить вот этот участок достаточно сложно. Смотрите, как я буду делать. Чашечку я отправляю вот в это углубление. Таким образом я ее не буду повреждать, не буду ее сутюживать и не оставлю лишних заломов. А вот эту часть я теперь могу аккуратно разложить на плоскости, прижать ее и хорошенько приутюжить. Универсальная колодка действительно универсальная. И я вам очень-очень-очень желаю приобрести ее, тем более, что она недорогая. На мой взгляд, это просто гениальнейшее изобретение. Она выглядит непонятно, странно, но на самом деле, на мой взгляд, это одно из лучших приобретений для человека, который шьет. Теперь нам необходимо присоединить округлые срезы подкладки к чашкам изнутри. Перегибаем посередине и чашечку вводим вовнутрь. Совмещаем два округлых среза чашечки по подкладке основным деталям. И вот здесь нам нужно тоже сохранить тот самый перекант. То есть я оставляю на сгибе ни строчку, ни шов, а чуть-чуть ввожу его для того, чтобы все строчки были с одной стороны. Таким образом мы сможем сформировать перекант. И скрепляю. Беру рельефный шов, соединяю его. И далее в промежутках. И вот здесь в конце я соединяю, не доходя на один сантиметр до среза, до рельефного среза. Прокладываем строчку прямо со стороны основных деталей, повторяя ту же самую строчку. Ничего сложного. Строчку проложили. И прежде чем вворачивать, стоит немного сократить толщину. Вот этот уголок я удаляю. И немного срезаю вот здесь. Для того, чтобы избежать толщины в этом участке. Теперь можем вывернуть. И вот так аккуратно получается. С лицевой стороны у нас нет подкладки. Она полностью остается внутри. Давайте резюмируем немножко то, что мы сделали. И я расскажу о другом способе обработки чашечек. В самом начале мы соединили основные детали чашек с подкладочными. И после этого два слоя чашек присоединили к основным деталям спереди. И только после этого присоединили подкладочные детали спереди. Можно поступить таким образом. Полностью собрать лицевые основные детали. Чашку плюс рельефы. И отдельно чашку плюс рельефы по подкладке. А затем просто присоединить их вот по этим срезам. Тоже классный вариант. Возможно он даже проще. Но я сделала именно таким образом. Потому что мне хотелось, чтобы чашечка была прочно зафиксирована именно вот по этому шву. И не хотелось прокладывать дополнительную строчку по лицу. Сейчас я проложу строчку с отступом в 5 мм. От шва притачивания чашечек. Сформирую туннель. И буду вводить туда косточки. А косточки мы будем заводить вот с этих срезов. Они у нас пока открыты. Поэтому мы имеем полный доступ. Сейчас нам необходимо хорошенько расправить два слоя. Чтобы здесь не оставалось складок. И проложить строчку. Теперь нам необходимо завести косточки. Если вы шьете по этой же выкройке, то длина классических косточек, скорее всего, будет немного излишняя. Я думаю, ничего страшного, если их отрезать, например, плоскогубцами. На сантиметр отступив от срезов. И бюсти уже принимает совершенно другую форму. Сразу покажу, что мы делаем после этого. Нам необходимо присоединить рельефные срезы. То есть вот здесь. Часть подкладки у нас уже стачена в этом месте. А вот в этой части, прямо в том месте, где заканчивается шов, сделайте небольшой надрез, буквально на 5 мм. И теперь вам будет удобно подтянуть подкладку к подкладочной части. Вот так. И присоединить булавкой здесь. Затем перегибаем вот эту часть. И помните, как мы формировали перекант? Нам его здесь тоже необходимо сделать. Для этого обе строчки остаются со стороны подкладки. И дальше продолжаем до самого низа. Сейчас это выглядело как нечто сложное, но на самом деле вам необходимо только проложить одну прямую строчку. Вот здесь. Проложили строчку. Можно немного подрезать вот эти уголки для того, чтобы сократить толщину. И выворачиваем. И вот так аккуратно у нас получилось с обеих сторон, с лица и с изнанки. Остается совсем немного. Обязательно поутюжьте все проложенные строчки, все швы. И обратите внимание на срез низа изделия. Если есть участки, в которых подкладка выходит за пределы среза основной детали, то лучше всего ее срезать. Ну и в целом оцените линию, которая получается. Примерьте бюсте еще раз на фигуре. Теперь нам необходимо будет подготовить средние срезы, то есть срезы сзади, поутюжить и подготовить их для притачивания молнии. А потом мы закроем срез низа. Обозначим линию перегиба, то есть середины с обеих сторон. И заутюжим. На самом деле со стороны подкладки можно даже увести перегиб еще больше вовнутрь. А затем отогнуть. Нас интересует вот этот уголок. И вновь поутюжить этот уголок. Срезы подготовили. Отогнем изделие наизнанку. Вот таким образом. Косточки могут немножко мешать, но вы можете их подтянуть. Например, вы проложили строчку досюда. А затем передвиньте косточки в участок, который уже прошили. И продолжите строчку дальше. Готово. Остается проложить прямую строчку. Кстати, вот эти уголки по всем швам, по всем срезам можно удалить для того, чтобы сократить толщину. Теперь выворачиваем на лицевую сторону. Готово. Обязательно поутюжьте. Также с перекантом по низу, как мы делали сверху. И у нас остается заключительный этап. Это притачать молнию. Нам необходимо ввести молнию между слоями, таким образом, чтобы сгиб остался прямо посередине ленты. Заводим и скрепляем булавкой. Излишек можем удалить. Я просто завожу хвостик вовнутрь. И повторяю то же самое со второй стороны. Обе стороны должны сомкнуться, чтобы молния не была видна. Ну, в случае, если вы не хотите, чтобы она была видна. Если она у вас металлическая, декоративная, то не стоит, наверное, ее скрывать. Проверяем. И теперь нам необходимо приметать ее вручную. Лучше всего сделать это вручную. Потому что иглы нам будут очень сильно мешать, когда мы будем прокладывать строчку на машинке. Из-за них строчка может получиться неровной. Поэтому приметываем на том уровне, на котором вы будете прокладывать строчку. Обязательно проверяйте, чтобы подкладка не попадала под зубчики. Если что, ее можно просто подправить немного вовнутрь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok